итак я о чем вам сейчас говорю вот смотрите я говорю об очень тонком моменте который рушит нашу жизнь я говорю о том что мы заботясь о близком человеке не верим что это приведет нас победе мы всегда говорим сначала деньги потом стулья и не наоборот но это из старого фильма двенадцать стулья вот мы так говорим близкому человеку вот когда ты тогда и я вот так мы ему говорим себя ну боимся чтобы не пострадать от не взаимности но теперь смотрите если вы во имя бога все делаете близкому человеку то вы сможете быть бескорыстным с ним и господь его сердце отдаст благодарностью и вот в это время когда благодарность придет из его сердца вы можете рассчитывать на то что вы всю жизнь будете проживете с этим человеком и он никогда от вас не уйдет знаете почему потому что в любви есть две стороны первая сторона это служение а вторая наказание понимать если ты видишь что человек тебе благодарен ты можешь ему сказать правду и он не сможет не услышать потому что благодарное сердце настроено на принятие того кого она благодарит это значит что если ты скажешь человеку который тебе благодарен ему придется услышать потому что все чтобы не говорила жена мужу он никогда это не слышит все что не говорит муж жене она этого никогда не слышит потому что она с ним встретилась жить не для того чтобы он ей знания давал она с ним встретилась для того чтобы он наслаждал ее чувства мне жена говорит лекции будешь рассказывать своим слушателям она со мной встретилась не для того чтобы я и знания дал понимать она хочет наслаждаться мной так устроен этот мир понимать ну совместить роль мужа и учителя то есть другими словами могу ли я себе найти такую жену с которой бы я был и мужем и учителем одновременно такое возможно но я эту жену никогда не буду не уважать не ценить потому что она применит ко мне любовь веру и всегда когда женщина или девушка создает семью с человеком которого она считает и мужем и учителем одновременно этот человек ее обязательно бросает это мой опыт я видел таких много раз примеры понятно да она ему в рот смотрит прыгать на задних лапках и унижается перед ним потому что он рядом с ней начинает чувствовать себя богом запомните учитель это тот кто на женщину не смотрит с вожделением если допустим девушка к совету у какого-то мужчины наставника хочет взять и видит что он на нее смотрит и наслаждается женщина может видеть этот взгляд всегда он видит что мужчина смотрит на нее и наслаждается этот мужчина ей не может дать никаких советов запомнить потому что он не квалифицирован быть наставником а если ты спросила советов у мужа это нормально но женщина когда спрашивает у мужа совет она не как у наставника спрашивает она просто очень сильно беспокоиться она уже знает чё и будь чё она будет делать ей сто лет не надо к у него как бы узнавать чё и делать она просто хочет чтобы он подтвердил ее желание и когда мужчина думали ну наконец-то она у меня спросила черное дело переделать он потом обламывается потому что она говорит чё ты как бы навязываешься своим мнением он говорит так ты сама меня спросила ну и что не навязывайся со своим мнением ну то есть я как же не отвечаю я сначала она меня спрашивает не знаю что делать ну то есть мужчина думает значит надо и объяснить что делать это глубочайшая ошибка она вас слушать не будет вот надо узнать какие варианты есть у нее надо спросить а чё как бы ты считаешь вот что можно делать так или так и она начнет рассказывать есть такой вариант я бы хотела вот так но все значит надо вот понять если как бы совсем там труба как она хотела но надо так мягко очень аккуратно сказать ну так хорошо это правильно но будет такие последствия будет вот так вот так и так будет вообще плохо но это правильно так хотеть так это хорошо но как бы ну последствия ужасные понимаете а если нормально она хочет надо сказать мне кажется тебе надо вот в эту сторону двигаться вот это правильное решение спасибо спасибо потому что женщине нужно именно поддержка ей не нужно решение а поддержка она хочет чтобы ей муж дал силы вот сделать то что она хочет а не то что она прямо вот не знает чего ей хотеть вот и прямо к нему пришла за советом жена никогда мужа наставником не воспринимает она воспринимает поддержка сила возможности в жизни дети ну там много чего это вот мужика можно получить вот только не наставление то уж точно а если вот она настроена получать от него наставление то есть она настроена к нему как как богу и как мужу одновременно да то есть она его наставником воспринимает а он испытывает к ней вожделение это означает что он не квалифицирован быть наставником это значит что он начинает богом рядом с ним чувствовать и она обязательно унизится рядом с ним а когда запомните когда человек унижается где-то и когда-то он всегда теряет свою красоту и влияние на того рядом с кем он унизился ну то есть если допустим женщина унизилась рядом с мужчиной чего в общем то мужчина всегда и добивается то это означает что она его потеряет почему потому что она для него красивый уже никогда не будет или будет когда она победит себе это унижение ну то есть нужно менять отношения тогда нужно сначала на дистанцию уходите потом если он тебя примет что ты уже не униженная тогда можно опять сближ сближаться понятно да теперь вернемся назад вот человек смог делать так чтоб счастлив близкий человек ну как мы вчера говорили увидеть в нем божественное заботиться об этом божественном терпеть человеческое от него потому что человек же будет нас мучить через него моя карма идет это принимать надо терпеть молиться переваривать и опять видеть в нем божественное так жить с человеком возможно только в том случае если ты не унижаешься потому что если ты почувствовал себя униженным несправедливость почувствовал в том что происходит это значит что ты потеряешь этого человека лучше живи как жила раньше как не связывайся если ты хочешь служить человеку сначала почувствуй взаимность богом почувствовать в себе силу когда человек богатым становится то есть он от бога получает вот эту взаимность у него достойное сердце становится сердца достойной любви становится сердце достойной любви означает что у человека есть сила идущая от бога у него есть вера он в человека веру не вкладывает и не ждет взаимности от человека. Он просто хочет, чтобы человек был счастлив рядом с ним. И все. Вот это правильное мышление. Но все люди в отношениях погорают на желании взаимности. Сначала идет несправедливость, потом облом, потом разочарование, потом я с этим жить человек не могу, он всю жизнь не отравил. Это все от ожиданий идет. А ждать от человека нечего, потому что мы все эгоистичны по природе. Хорошо, если вы хотите ждать, ждите, но вы должны быть бескорыстными. Но нет, я не видел бескорыстные, только святые люди бескорыстные. Но бескорыстные означает ничего не ждут. Поэтому здесь нет вариантов. Итак, моя хорошая любовь возникает только после правильно построенных отношений. Первое правило нужно начать строить отношения с Богом, как бы вы его не понимали. Это уже ваше. Он примет любые отношения. Второе. Нужно начать делать для человека то в своем сердце, что принесет ему счастье. И третье. После того, как он благодарным станет, надо начать его воспитывать. И как надо его воспитывать? нужно ему говорить правду и ждать, когда он ее поймет. Воспитание не означает мучить человека. Воспитание означает открывать истину. Причем делать это надо очень ненавязчиво. Вообще близкие отношения очень ранимые. Очень ранимые. Вот если мужчина, допустим, грубо женщине говорит о чем-то, она вообще просто с ума сходит от этого. Она не может это... Мужчина обычно истину, когда докладывает, он такой, я же тебе говорил. Он такой, когда он так говорит, у женщины мозги вообще сводят. Он думает, господи, как он меня достал. Понимаете, у нее такое состояние возникает. Женщина, когда истину говорит, она говорит на эмоциях. Ну то есть у мужчины истина идет из головы, а у женщины здесь очень чувствительная зона. На нее, если мыслями давить, у нее вообще она ничего не соображает, она такая думает, блин, что он хочет от меня, я ничего не понимаю вообще. Ну то есть у нее очень чувствительная зона здесь. И с ней можно, с женщиной вообще, с девочкой даже, если вы хотите девочку воспитывать, очень по-доброму ей все объяснять, нельзя на нее давить мыслями. Она сразу теряется. Нужно по-доброму рассказывать ей, тогда она все поймет. Так же жене тоже. А если мужчина начинает демагогию толкать, она терпит, ей так тяжело это слушать. И как бы она, ну естественно, ничего не поймет, что он говорит, потому что она все силы отдает на то, чтобы перетерпеть вот этот нажим психический. Вот. То есть у нее вот здесь дырка у женщины. Ну то есть очень чувствительная к речи женщины, чувствительная к логике человека, к его грубости в словах. Очень чувствительная женщина. Теперь у мужчины дырка вот здесь. У женщины, у мужчины нажим вот здесь, он бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Всегда. А каждый мужчина любит бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. У женщины сила идет от сердца. Ну то есть в голове находится логика, рассуждение. И у мужчины здесь эгоизм находится, поэтому когда он рассуждает, он давит своим мнением авторитетным. Вот. У женщины эгоизм находится в сердце. Здесь у нее находится слабая зона. А у мужчины эгоизм находится в сердце, ой, женщины в сердце. А в сердце находятся эмоции, не логика. И поэтому женщина давит чем? Эмоциями. А у мужчины эмоции не может принять. У него там слабо, у него он слаб в эмоциях. И поэтому он и реагирует на женщину, она им по-доброму говорит, мой дорогой, он сразу такой, как котенок такой. Ну потому что сильно на эмоции на женский мужчина, у него здесь слабая зона. Женщина тоже реагирует на эмоции, но она их выдерживает. Я могу привести пример. Вот, допустим, взять мальчика и девочку пять лет. Допустим, если девочку сильно целовать, эмоционально так очень с ней себя вести, она такая, щечки подставляет. Нет проблем. Ну то есть, потому что она держит энергию эмоций, у нее сильное сердце для любви. Маленького мальчика, если целовать так сильно, эмоционально очень, с эмоциями. Не просто по-доброму, с эмоциями сильно. То он такой, отворачивается. Да, заметили? Он не может терпеть эмоции. У него нет сил. Поэтому, когда женщина, муж приходит с работы, она говорит, пойдем, поговорим. Ну, с эмоциями. И в ответ она слышит неожиданную вещь совершенно. Он говорит, слушай, давай завтра. Я сегодня сильно устал. Я говорю, ну при чем тут устал? И она звонит подружке. Я ему сказала, давай поговорим. Подружке. Я тебя понимаю. Я тоже так сказала своему. Мужчина своему другу звонит и говорит, слушай, я объяснил, нормально объяснил вообще. Вот. Она встала и пошла. Вот. Он говорит, да дурь они все. Ну, этот, друг ему ответ. Понимаете, да? Систему. Так начинается ругань. Мужчина надавил мыслями. Женщина отдала эмоциями. Он такой, от эмоций. Опять ей логикой. Вот. Та от логики напряглась, эмоциями отдала. И потом пошла жара. И они не могут друг от друга защищаться. И поэтому, ну, никто не может победить. Женщина сильнее эмоций. Эмоции мужчина сильнее мыслями. И каждый долбит, долбит друг друга. И ранит, и ранит. И никто не сдается, никто не может победить. Потому что они равны по силе, мужчина и женщина. Просто женщина сильна эмоцией, мужчина логикой. Вот и все. Поэтому не может быть Божь наставником. Однако же, если женщина очистила свое сознание, и мужчина очистил свое сознание, они могут быть наставником друг для друга. Ну, то есть мужчина советуется с женой, потому что она мудрая. Женщина советуется с мужем, потому что он мудрый. Мудрый человек — это когда с ним советуются, не гордиться. Вот это квалификация мужчины, который может советовать своей жене. Если она с ним советуется, а он не воспринимает себя Богом при этом, значит, он квалифицирован быть старшим не только для жены, а также для других людей. В противном случае она заметит это и не станет с ним советоваться. Она будет видеть, что он гордится собой. Она почувствует это. И так очень важно научиться воспитывать близкого человека. Воспитывать означает по-доброму, очень… Вот доброта по-разному для мужчины и женщины выглядит. Вот, допустим, женщина должна мужчине как говорить? Она должна говорить мужчине правду, но очень мягко, ненавязчиво, после еды. Ну, в течение 10 минут можно сказать ему правду. Потому что когда мужчина наелся, он такой добрый становится. И он может от жены всё, что угодно услышать, как бы, послушать её минут 10-15, не больше. В это время надо ему по-доброму сказать всё, что вы, как бы, хотите сказать. Ну, очень ненавязчиво вообще. И женщины знают, что они уже так делали. И они знают, что… Вы знаете, что такое чёрная дыра? Вообще понятие чёрная дыра знаете? Это куда все вселенные уходят и назад не возвращаются. Ну, в космосе есть такое понятие чёрная дыра. То есть оттуда ничего не выходит. Все туда, она всё затягивает в себя. И если вы мужчине сказали своему мужу слова, допустим, «Слушай, тебе бы надо бросить курить, ты уже кашляешь». Допустим, вы так сказали им по-доброму, ненавязчиво, без эмоций вообще. Вот. Вы увидели, как ваши слова зашли в чёрную дыру. Да, знакомые? Ну, то есть они туда зашли, и они оттуда не выходят. Никак. То есть как будто бы вы не говорили. То есть что-то, ну, как бы ваши слова туда зашли глубоко в мужа, и всё, и они там растворились. Так, да? Знакомая ситуация? Женщины, запомните, так оно и есть. Потому что у мужчины, у него настолько глубокая психика, и он так медленно всё меняет в своей жизни, ему надо всё очень долго постигать. Вот женщина лекцию послушала сразу, «Всё, всё, меняем в жизни, всё». Вот. То есть она сразу всё постигла над короткое время. Потом меняет другую сторону всё. То есть что-то другое постигла. Ну, и так психика работает. Но иногда она очень сильно глубоко погружается, конечно. Но всегда она очень сразу вдохновляется знанием женщины. Потому что она сердцем воспринимает. Мужчина, чтобы, ну, знания, он очень глубоко изучает. То есть он слушает, ну, разумный мужчина слушает, и он не принимает, не отвергает. Ну, допустим, если он уважает свою жену, то есть, понимаете, издавать знания мужу можно только после капельки благодарности. Если он благодарен вам за то, что вы такая бескорыстная по отношению к нему, только в это время можно очень ненавязчиво сказать, знаешь, мне кажется, я могу, конечно, быть неправа, но тебе, мне кажется, уже пора бросать курить. Ну, то есть, конечно, ты не бросишь, тебе надо начать спортом заниматься, чтобы это чем-то заменить. Но вот это должно произойти, мне кажется. Иначе у тебя уже начинаются простуды, кашель. Уже опасно для здоровья. И он такой послушал, говорит, хорошо, хорошо, и пошёл. И ничего не меняется. Потому что так устроена психика мужчин. Женщины, если вы в среднем по-доброму раз 50 ему скажете, по-доброму, то где-то на 30-й раз он подумает, в этом есть какой-то смысл. Потому что она уже мне 30 раз это сказала. Надо об этом задуматься. На 40-й раз он начнёт изучать эту тему, то есть прислушиваться. Допустим, кто-то на новостях начинает говорить о курении, думает, так, жена говорит об этом. Надо послушать, что люди говорят. Вот. И на 50-й он уже сам начнёт об этом думать, но при этом, если он бросит курить, и вы скажете ему, вот видишь, я тебе столько говорил, и ты, наконец, бросил курить. То это будет плохая идея. Почему? Потому что он вам скажет, моя дорогая, я всегда знал, во-первых, я всегда знал, что надо бросить курить, а во-вторых, я бросил сам. Поэтому, женщины, не рассчитывайте, что ваша помощь мужу будет оценена. Потому что мужчина, который согласился, что жена помогла ему бросить курить, перестал быть мужчиной, запомните. Мужчина в жизни может принимать решения только сам. Никто ему не может помочь. И если мужчина согласился, что ему кто-то помог, то это должен быть или старший, или, ну только не жена, это уж точно. Поэтому вам надо просто делать своё дело и как бы не ждать награды особо. Если, допустим, вы даже мужа на лекцию привели, то как бы он с вами согласится, скажет, да, ты меня привела, но внутри подумает, да я сам пришёл. Она может считаться старше, конечно, но она потеряет мужа. Очень скоро. Потому что если он мальчиком рядом с ней становится, а она мамой, то когда он вырастет и перестанет быть мальчиком, он найдёт себе жену, а маму отправит. Поэтому пока не поздно, надо перестать быть мамой для него. Потому что он всё равно вырвется из этих отношений, когда повзрослеет. Я в целом. Конкретно про вас. Движемся дальше. Когда мужчина решил посоветовать что-то женщине, самое главное понять принцип. Принцип заключается в очень иносказательной и нежной форме. Потому что женщина сильно боится насилия в отношениях с мужем. Она очень сильно боится насилия. Допустим, если я решил, что у меня бардак на кухне у жены, то есть разные варианты, я их все применял. То есть они все срабатывали. Например, я подходил и говорю, слушай, мой друг спрашивает у меня, как жене объяснить, чтобы в доме была чистота, чтобы она поняла. Я говорю, я не знаю, я спрошу у своей жены. Я спрашиваю, как объяснить. И она рассказывает мне, как объяснить. Женщине, чтобы в доме была чистота. Мне тоже интересно знать. И она у меня спрашивает, ты специально что ли спросил? Я говорю, нет. На следующий день в доме чистота. Потому что у женщины, когда очень ненавязчиво она видит истину, у нее просыпается совесть. Но если чуть-чуть навязчивость есть и предвзятость к ней, совесть не просыпается. Поэтому женщине все надо объяснять через сказки, через прибаутки, через разные-разные приемы. Ну, добрые. Вот, например, моей жены очень сильная склонность дарить. Она очень дарюшка такая. Ей нравится дарить просто до безумия. И иногда это приводит к мне определенной трудности. Ну, расскажу сейчас, коль я уже уезжаю из Риги, завтра мне никто это не принесет на обед. Поэтому я расскажу вам. Мне разок подарили вкусный, мне нравится, творожный пирог. И мне так захотелось его съесть, ну, поесть побольше, мужчин же любят побольше, ну, несколько дней как минимум. Как только мы принесли творожный пирог домой, она говорит, слушай, очень большой пирог, давай половину отдадим друзьям. Я говорю, давай четвертину. она говорит, давай. И отрезает кусок, ну, типа четвертину. Но на самом деле, одну треть. Ну, то есть, одну треть пирога улетела сразу. Я это рассказывал своей жене. она укатывалась по полу. Я ей рассказывал вот так, ну, вот так вот, ну, я ей рассказывал историю, как меня лишили творожного пирога. Ну, то есть, я ей сказку рассказывал, не про нее, а вообще про жизнь, как бы. Она знала, кто ее лишил, кто меня лишил творожного, но она каталась по полу от смеха, потому что это было очень смешно слушать. Я рассказывал со слезами на глазах, как меня лишили творожного пирога. Но я при этом не злился, а просто это была сказка такая. Вот. Потом дальше осталось, ну, то есть, осталось одна треть, две трети творожного пирога. И так как творожный пирог подарили вечером, а я ем только один раз в день, поэтому кусочек творожного пирога съела жена вместе с чаем на ужин. Потом два кусочка жена съела вместе с подружкой с утра, потому что она пригласила подружку с утра. И один кусочек ей дала с собой, потому что подружке творожный пирог очень понравился. Когда в этот день в обед я увидел, что осталось всего три кусочка творожного пирога, я немножко расстроился. Взял один кусочек, попробовал, и мне очень понравился. Он был очень вкусный, я верил, что я еще раз попробую на следующий день. И потом с утра мне жена сказала, слушай, я пообедал после нее, и говорю, а где творожный пирог? Она говорит, слушай, мне есть было нечего. Я вот не сильно творожный пирог вообще-то люблю. Я, говорит, эти два кусочка съела как-то так, не очень. Но их уже нет. Я, когда ей рассказал эту историю, она долго смеялась, но выводы сделала. поэтому в следующий раз она попросила мне подарить два творожных пирога. И один из них она сразу подарила. Видишь, уже как бы уже полегче, да? И мне досталось два кусочка. Чем я был безмерно рад. Мои хорошие, то есть я вам рассказываю, как женщинам надо себя вести, мужчины. Ну, то есть понимаете, то есть надо женщине с юмором. Вот, допустим, моя жена, она очень не любит, когда она развесывает вещи сушить, чтобы кто-то туда подходил, потому что ну, я как бы хожу, когда, ну, иногда задеваю за углы. Если за сушилку задену, она там так развешивает, чтобы потом не гладить. Все так ровно и классно получается. И один раз я задел за сушилку, ей пришлось целый час перевешивать все. И поэтому, когда я иду перед сушилкой, у нее возникает странное чувство. Она боится, чтобы я не задел. Я заметил это чувство. И разок, когда она проходила мимо, я стоял возле сушилки, и когда она проходила мимо, я вот так руки поставил и начал вот так вот. Она говорит, ты что делаешь? Я говорю, охраняю сушилку. И она начала кататься по полу от смеха. И больше она так не чувствовала уже. Ну, то есть, у нее прошло это чувство, понимаете? Потому что она получила знания. Ну, то есть, так я обучаю свою жену. То есть, я очень ненавязчиво ей даю знания о том, как правильно. Но если я это буду делать как-то по-другому, в ее сердце будет чувство несправедливости, и она будет бунтовать. Потому что любая женщина от мужа ждет только счастья. Она никакого знания от него вообще не ждет. Согласны, женщины? Поэтому, мужчины, если хотите жену воспитывать, делайте это очень аккуратно, тактично. 50 раз ей говорить не надо, женщине. Достаточно сказать один раз всего. И она все поймет. Если ваши слова будут очень добрыми, ненавязчивыми, если вас что-то разозлило в жене, вы в этот день ни за что и никогда не говорите ей о том, что вас разозлило. Потому что вы травмируете ее психику. Вам надо помолиться, переварить все это, успокоиться, принять это все. И когда доброта по отношению к ней в вашем сердце пойдет, тогда ей скажите. В виде какой-то сказки расскажите еще как-то. Жила-была курочка Ряба, которая была такая красивая курочка, и она очень любила целыми днями по телефону разговаривать с другими курочками. Ну, что-нибудь такое. Она будет смеяться, она будет смеяться, если увидит, что у вас нет зла по отношению к ней. Но она задумается. Может быть, стоит обратить внимание на мужа, они целыми днями с подружками общаются. Ну, примерно так. Я сейчас не про свою жену говорю, а вообще просто. Как вообще женщинам давать советы? Очень нежно, ласково, мягко, потому что иначе женщина сильный протест у нее в сердце, сильная боль, сильное чувство незащищенности. И никогда в этом случае она не поймет, что от нее хотят. Она сразу же будет искать, что ты не так делаешь, и тебе об этом скажут. Понимаете, а вообще мужчине в этом вопросе связываться с женщиной не стоит, вообще не стоит, потому что мужчина, когда смотрит на женщину, от нее исходит такая сила, это называется чары, женские чары. Когда мужчина на женщину смотрит, он забывает все плохое, что она делала в жизни. Потому что она гипнотизирует так, потому что женщина, она так настроена, я хорошая, я хорошая, я хорошая, я ничего плохого не делаю, ничего плохого не делаю. Но она так старается жить, женщина, она такая по природе, Она хочет, чтобы никто не подумал, что она плохое что-то делает. Она боится даже этих мыслей, чтобы кто-то о ней так подумал. Поэтому она всегда, я хорошая, я хорошая. И вот эта сила от женщины исходит на мужа, и он такой, как бы, идет гипноз такой. И он как бы, она хорошая, хорошая. Вот. И потом, бац, она что-то хорошее отчебучила. И он такой удивился, такой, подходит к ней и говорит, ты что вообще? Ну и говорит ей о том, что она сделала. Ну понимаете, но если говорить о видении женщины, женщины, мужчины, то здесь все иначе. Так как женщина сильно ждет счастья от мужчины, поэтому все обломы в этом ожидании она фиксирует в особый журнал памяти, который кронологически ведется с первого дня встречи. Вот. И причем он ведется по часам. Там все как бы, все сохраняется. На какой минуте, что произошло. Ну то есть, она, конечно, ему все это простила. Ну как простила, имеется в виду? Имеется в виду, вот так простила. Что он, типа, тоже без претензий. Ну, смотрите, теперь вот этот хронологический журнал его оскорблений моей любви. Ну, то есть, его недостатков там каких-то. Ну, за пять лет совместной жизни уже она имеет богатый багаж знаний и недостатков мужа. Хронологический, с большими доказательствами, убеждениями. И, допустим, и муж, ну, когда он вдруг обнаружил недостаток в жене, он такой ей говорит, да ты че вообще? Она достает пулемет памяти в этот момент. И такая, а ты? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В него он такой, да-да-да-да-да-да. Такой, ну ладно, я пошел. Ну, примерно так. Мужчины, поэтому с женщинами не связывайтесь. Пожалеете. Ну то есть, что можно? Ну, если ты правильно скажешь, вот в этом самый главный список взаимоотношений с женщиной. То есть, для женщины любовь всегда на первом месте, а знание на втором. Поэтому, если любовь ты применил к ней достаточно сильно в отношениях и с любовью ей что-то объяснил, она тебе будет очень благодарна и обязательно в сердце своем примет то, что ты ей хочешь сказать. Потому что у женщины на любовь реакция только одна. Она всегда благодарна за любовь и всегда, если знание преподносится с любовью, она с удовольствием его берет в свое сердце. Потому что женщина сильно нуждается в знании. Она голодная до знания. Точно так же, как мужчина, ему он любит воду, любит прохладу, мужчина. Потому что это женская энергия. Точно так же женщина любит сильно солнце и всегда стремится к солнцу. Потому что это мужская энергия. Понимаете? Поэтому женщина всегда стремится к знанию, потому что ей этого не хватает. А мужчина всегда стремится к любви, потому что ему этого не хватает. Так устроен человек. Поэтому женщина всегда будет рада знанию. Всегда будет рада знанию. Но если знание даётся без любви, женщина никогда его не примет в своё сердце. Это невозможно просто, невозможно. Поэтому, если вы хотите, мужчины, поменять взгляды своей жены, сначала примите её взгляды, по-доброму отнеситесь к её привычкам, пониманию вещей, хорошо относитесь ко всему, что она делает. А после этого по-доброму можете ей намекать на ваше понимание. И постепенно вы измените её взгляд. Если, женщина, вы хотите поменять своего мужа, это вообще несложно. Для этого нужно принять его таким, какой он есть, вот со всеми прибабахами. На это потребуется время. Вот сначала просто принимать, чувствуете, что-то не нравится в муже, молитесь, молитесь, пока вы не успокоитесь по этому поводу. И не бойтесь, что вы скажете, если я привыкну, он, значит, обнаглеет. Не бойтесь, ничего такого не будет. Поймите, изменения в человеке происходят в определённые этапы. Сначала надо человека принять. Когда ты человека принимаешь, он расслабляется сразу. Он не чувствует, что его мучают. Расслабляется означает теряет бдительность в плане защиты своих интересов. То есть он не чувствует, что кто-то против него в доме. Ты принял его, он расслабился и живёт, как ему нравится. Это первая стадия воспитания. Вторая стадия воспитания называется доброта. Доброта или сострадание — это одно и то же. Ты принял человека таким, как есть. А потом начинаешь понимать после принятия, почему он так себя ведёт. Вот мужчина курит, потому что он устаёт на работе, жена, понимает. Выпивает, потому что он чувствует сильно, вот что-то переживает и не может избавиться от этого чувства. И поэтому заливает это всё вином. Она это реально начинает понимать. И у неё возникает сердце сострадание или доброта к человеку. И вот эта доброта вместе с ней, даже если ты ничего не говоришь, если ты человека понял реально, понял, почему он так себя ведёт, то тогда вместе с этим пониманием приходит твоё знание в его сердце. Вот доброта, она просто вводит знание в сердце человека. Но если вы решили что-то сказать человеку по-доброму, то это будет точно так же действовать. Просто это знание будет идти в него глубоко и менять его жизнь постепенно. Потому что, ещё раз повторяю, мужчине, чтобы он что-то поменял в жизни, нужно очень сильно и глубоко это осмыслить. Мужчина может в жизни что-то один раз только поменять, и дальше он уже в эту сторону не смотрит. Понимаете? Женщина не так. Ей надо всегда вдохновляться, вдохновляться. Она очень глубоко всё понимает, но ей трудно это делать. Поэтому ей нужно постоянно вдохновляться для того, чтобы идти дальше этим путём. Но мужчине не надо вдохновлять себя. Ему надо глубоко понять. И как только он смысл в своей жизни поймёт от чего-то, он всеми силами будет к этому стремиться. Он никогда не закончит к этому стремиться. Понимаете? Поэтому и мужчине долго нужно что-то понимать. Поэтому женщина должна ему долго, по-доброму говорить и ждать. Женщины часто боятся мужчине что-то говорить, потому что видят, что он грубый такой, жёсткий и неприступный. Вот запомните, у мужчины грубый, жёсткий и неприступный — это наружный психический цилиндр. Наружный психический цилиндр — это не та сила, которая является сутью человека. Вот, допустим, у женщины наружный психический цилиндр, он очень мягкий, нежный такой, добрый, покладистый такой. Это то, как человек ведёт себя в этом мире. Вот женщина, она ведёт себя нежно, ласково, покладисто, мягко в этом мире. Но внутри женщина тверда, как скала. У неё очень твёрдый, неприступный характер. Она про себя это узнаёт попозже. Она сначала считает, что она такая нежная, ласковая, но потом она замечает, что она не может с собой ничего сделать. Вот какая есть, такая есть, хоть ты убейся. Она понимает, что у неё характер очень крепкий и сильный со временем женщина. У мужчины такое ощущение, что он непробиваемый вообще. Вот внешнее ощущение, что непробиваемый человек просто. Но на самом деле мужчина внутри очень изменчивый. Он может очень сильно меняться. Характер может полностью мужчина свой поменять до неузнаваемости. Понимаете? Но для этого нужно включить определённый ключик. Этот ключик находится в сердце глубоко. И он доступен, если к нему стучится жена, которая удовлетворила его. То есть путь к сердцу мужчины живёт через пищу. Когда жена с любовью готовит мужа, то он начинает ей доверять. Понимаете? И тогда она по-доброму ему говорит, какое-то знание даёт. По-доброму. Это знание уходит глубоко в психику ему. И там постепенно прорастает. Понимаете? И когда оно прорастёт, мужчина начинает сам себя уже с помощью этого знания менять. Его уже не надо подбадривать дальше. Поняли, как работает система? То есть вы боитесь мужчине что-то говорить, потому что вы как бы видите, что ну очень жёсткая такая система, которую не пробьёшь. И поэтому женщины даже не верят, что они могут вообще как-то мужу своему помочь в жизни. Это означает глупая женщина. Потому что она не знает глубину вещей. Глубина вещей такова, что если ты мужу говоришь по-доброму, так, чтобы в него всё проваливалось и не было реакции. Вот ты ему говоришь, и в чёрную дуру всё ушло. Значит, ушло куда надо. Просто продолжай говорить дальше, дальше, дальше об этом. Когда, ну не то, что ты каждые пять минут ему тарабанишь. Ну, когда для этого благоприятная ситуация складывается. Говори ему об этом, опять говори. И он обязательно в эту сторону поменяется. Есть только одно условие. Если ты говоришь очень мягко, ласково и нежно. Всё. Нет, не как женщины. Женщиной надо говорить так, чтобы её не ранить. А мужчине надо говорить так, чтобы не задеть его понимание вещей. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Вот, допустим, женщине надо говорить просто очень ласково. Ты можешь говорить правду ей прямо. Лучше и на сказательную правду. Лучше не на её направлять правду, а просто на человека в целом. Я считаю, что человек вот так должен жить. Или про сказку рассказать про кого-нибудь зайчика. Вот. Ну, что-нибудь такое. Но когда ты говоришь мужчине, то надо совсем по-другому говорить. Надо говорить вот так. Ты у меня очень разумный человек. И ты сам всё знаешь. Но мне кажется, что вот в этом вопросе лучше сделать так. Хотя я женщина, конечно, я так глубоко, как ты, не понимаю. Но мне кажется, что лучше сделать так. Когда вы уже уважительно отнеслись к его знанию, то дальше давайте им своему своё. И в это время, что происходит? Происходит вот когда поезд едет по рельсам, да? То-ту-ту-ту-ту-ту. То есть едет по рельсам. То есть такое понятие перевод стрелок. Ну, что это такое? Поезд всё едет вперёд. Но чуть-чуть уже вбок. Вот когда женщина по-доброму что-то мужчине сказала, она всегда переводит стрелки. И через месяцев шесть он уже едет вперёд, но на самом деле назад. Он не заметил, потому что он всегда вперёд ехал. Ну, стрелки переводились, переводились как бы потихонечку. И он уже едет назад. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. Ему самое главное не останавливаться мужчине. Ему надо ехать. Понимаете? Он не может останавливаться. Но если она ему говорит, ты не туда едешь. Он говорит, ты сама не туда едешь. Почему? Потому что она его останавливает. Мужчина не может останавливаться, потому что поезд должен ехать, иначе он потеряет свою жизнь. Поэтому мужчине никогда не надо мужчину останавливать, даже если он едет на туда. Надо просто его переводить в стрелки. То есть говорить ему очень ненавязчиво то знание, которое живёт в вашем сердце. И он обязательно его примет, он будет его учитывать, потому что через любовь всегда знание в сердце любому человеку приходит. То есть он будет учитывать это, но он не остановится. Понимаете? Главная проблема женщин, они очень не переваривают, когда мужчина едет не туда и начинает психовать, начинает паниковать и разрушают отношения с мужчиной. Не нужно, мои хорошие, паниковать у вас внутри. Такая сила влиять на мужчину, вы даже не представляете. Женщина — это благословляющая сила. Мужчина всегда неосознанно, бессознательно воспринимает жену. Мы проверяли, я проводил эксперименты. У меня жена берёт, допустим, ну, просто берёт, готовит пищу, она думает о Боге и параллельно её заговаривает. На что? Допустим, у меня какая-то, ну, какая-то трудность со здоровьем там. Она заговаривает, я ем, и это проходит. Я ей говорю, вот я-то, знаешь, я такую тренировку сделал, у меня перестало болеть. А она знает, почему перестала болеть, потому что она заговорила пищу. И вот всегда она, когда это делает, всегда, или, допустим, у меня сон нарушен, я, когда много езжу, плохо сплю. Домой приезжаю, тяжело спать. Она вечером мне, допустим, сделает какой-то травный чай и заговаривает его на сон. И после этого я просто как убитый, сплю. А если она этого не сделала, я тот же самый чай пью и не сплю. Но я никогда не поверю, что жена, именно ее заговоры заставили меня спать. Почему? Потому что это действует очень и очень глубоко подсознательно. Поэтому, женщина, если ваш муж как бы не сильно верит в то, что вы ему помогаете, просто потому, что это очень глубоко действует на подсознании мужчин. Поэтому вы просто делайте свое дело и никогда не ждите награды. Потому что это очень глубокие вещи, понимаете? Ну то есть у вас огромная сила от вас исходит влияние на мужа. Просто две вещи, которые вы должны знать. Первая вещь. Никогда не останавливайте поезд. Допустим, ты должен бросить курить. Так нельзя говорить. Надо говорить, меньше надо курить, может быть, в зал пойти. Ну то есть поезд надо всегда поворачивать, не останавливать. Это первое правило. И второе правило. Никогда не ждите быстрого результата, когда вы хотите что-то поменять мужа. Ну рассчитывайте на полгода. То есть полгода вы потихонечку движетесь к этому направлению. И вот вы увидите, через полгода так и произойдет. Но никогда вы при этом не будете героем. то есть он никогда не сознается с вам в том, что это вы ему помогли это сделать. Запомните, если вы не приняли близкого человека, бунтуете против него, вы никогда его не воспитаете. Это невозможно. Если вы не служите близкому человеку, не заботитесь о нем бескорыстно, то вы никогда его не воспитаете. Запомните, унижение и бескорыстное служение отличается только одним. Если ты ждешь от Бога чего-то, когда делаешь, то есть для Бога делаешь, тогда ты не ждешь от мужа. И это называется бескорыстное служение. Но если ты делала что-то и не ждала от мужа, значит тебе придется ждать от мужа. И если ты не дождалась, ты будешь униженной. А если ты будешь униженной, то значит ты потеряешь отношения. Поэтому учитесь служить близкому человеку так, чтобы он был благодарен, а не чтобы вы стали побегушем, как бы рабыней в его доме. Понятно? То же самое правило применяется и в том случае, когда человек хочет найти себе близкого человека. Вот само по себе это желание найти близкого человека является силой, которая не дает возможности его найти. Потому что это желание приводит человека к унижению. Вот допустим, я увидел, допустим, я одинокий человек, допустим, ну я так фантазирую, и увидел какую-то девушку очень красивую, которая мне нравится. И если я в этом случае почувствовал зависимость от нее и сильное желание чтобы она была со мной, то в этот момент у нее возник в сердце протест. Потому что это желание на нее давит. А любовь это бескорыстная вещь. Ну то есть свободная вернее, не бескорыстная, а свободная. Понимаете, вроде бы люди подходят друг к другу, но из-за того, что ты сильно хотел получить человек, ты ничего не получаешь. Чем больше человек хочет близкого человека, тем больше он остается один. Выход только один. Нужно желание направить на Бога. Нужно начать служить, думать о нем, молиться ему. И женщина должна с помощью других женщин, отношения с ним, любви к женщинам, должна насытиться. Потому что смотрите, есть два типа насыщения в женском сердце. Один тип насыщения очень быстрый и сильный, но он опасный, потому что еще раз повторяю, что он приводит к вот этим разрушительным последствиям. Это когда женщина насыщается мужчиной. Второй тип насыщения у женщины это насыщение женщинами. Он такой безопасный полностью и надежный, но не такой сильный. Вот смотрите, когда женщина в отношениях с женщинами очень радостно и с любовью наполняется и перестает чувствовать зависимость от мужчин, зависимость от мужчин перестает чувствовать, в этот момент она становится привлекательной. Поэтому в древней культуре женщины водили хороводы, улыбались друг другу постоянно, они всегда держались за женщин, молодые девушки, и они кучками всегда ходили, не по одной. Они держались за женщин, очень сильно радовались друг другу и не смотрели на мужчин. И они такую силу создавали, что у мужчин просто крышу рвало, когда они это видели. Понимаете, да? Вот эта сила энергии, синергизм женской красоты, он создавал очень мощную энергию, которая невозможно было ничего с... И мужчина, он добивался женщину, она всегда отворачивала лицо, так правильно себя вести, потому что женщина, если влюбилась в мужчину, то она все, никогда за этого человек замуж не выйдет, это патова ситуация. Влюбилась, потеряла человека, все. Нравится и влюбилась в разные вещи. Если человек понравился, дальше что надо делать? Надо его приманивать к себе с помощью общения, намеков каких-то, но ни в коем случае нельзя в него влюбляться, то есть терять себя в отношениях с ним, потому что если ты влюбилась, твое чувство собственно достоинства улетело вниз, и ты перестала быть красивой. Когда человек становится униженным, он теряет красоту нельзя, пускай он влюбляется, а ты еще подумаешь, стоит с ним связаться или нет. Так успешная женщина действует, понимаете, если одинокие люди, много одиноких людей, поэтому я тему вам рассказываю.